как рисовать человека как рисовать девушку привет я дарья поздняк и сегодня это обратная связь для моих учениц которые проходят мой курс как рисовать человека итак начнем у нас был урок по рисованию обнаженной натуры мы рисовали связку грудная клетка таз и для этого мы использовали модель практически в купальнике почти без одежды на ней мы разбирали грудную клетку таз вот как на этой фотографии у нас было изображение это вам видно кстати хорошо и в этой как бы на этом уроке мы больше в принципе ничего не разбирали то есть вот у нас грудная клетка вот у нас таз в этом положении профиль вот здесь вертел отсюда пошел кость колену вот а здесь уже мышцы соединяют они как бы все это завершают вот и вставку мы проходили вставку шеи вот сюда немножко со смещением арен помните я вам показывал что она не горизонтально расположена а немножечко смещение вперед вот но в этой позе мы не видим ни переднюю линию человека не позвоночник поэтому для начинающих если особенно рисовать фигуру без одежды это положение довольно сложно поэтому в принципе я вам не советую грудная клетка тут пониже вот так вот я вам не советую его использовать на начальных стадиях по крайней мере если вот вы хотите рисовать человека без одежды сейчас поговорим какие вариации этой позы можно использовать смотрите если у нас возможность есть выбрать фигуру когда положение когда у нее средняя линия вот эта вот линия видна хотя бы частично бывает что она например видна сверху а потом она уходит как бы силуэт или бывает что она видна снизу а потом уходит в точку но в любом случае она должна появиться либо должна появиться вот эта линия задняя по позвоночнику она точно так же может быть вот здесь может заканчиваться вот так вот фигура может заканчиваться вот так вот то есть она может здесь идти а здесь приходить как бы все и тут уже быть ногах но факт в том что вам для так как у вас недостаточно еще опыта и знаний вам передать вот это положение будет очень проблематично потому что здесь не за что зацепиться даже профессиональный художник ему нужны какие-то моменты то есть он будет играть скорее всего вот здесь на силуэте груди вот здесь на ягодицы он будет играть как-то линии или цветом в любом случае при ваших сейчас возможностях вам это передать будет крайне сложно поэтому мы будем использовать вот такие вот положения где мы видим либо переднюю линию центрально либо видим линию позвоночника и сейчас я вам эти фигуры немножечко набросаю чтобы тоже еще раз вспомнить про эту этот урок грудная клетка таз еще пару моментов поговорить значит грудная клетка таз я ли кончик набросаю таз переедет у меня здесь будет таз так если таз у нас коробочка как я вам стилизованно объясняла здесь она будет так давайте возьмем свет как у них на фотографии вот отсюда тогда таз будет затенен вот отсюда чтобы лучше было что не видно и грудная клетка с центральной линии сразу беру ось груди симметрично ввожу ее к подмышкам помните что я про симметрию говорил и вставляю шею шею чуть-чуть как бы смещена по грудной клетки вперед не горизонтально на ней находится не вот так а чуть-чуть засмещение вперед не забывайте про это это можно усиливать кстати так и сейчас я другим цветом буду вам уже тут управлять сейчас для себя накидаю даже грудь попаниже вот вот так да так и теперь пройдемся по деталям смотрите здесь помните я говорил про центральную линию грудной клетки это важный момент она вам дает некую информацию то есть вы не просто рисуете какой-то силуэтик вы рисуете у вас есть какие-то моменты за которые вы можете зацепиться и вот эти вот кстати вставки которые под мышкам идут они тоже то есть по сути грудь можно обозначить вот практически как у нее топик если брать линию сосков вот так по ней вставка шеи центральная линия центральной линии здесь она чуть-чуть преломляется потому что попок в ямке а здесь немножечко выходит это на самом деле вам это немножечко еще рано сейчас я нарисую я я планирую следующий курс записать такой же только по обнаженной модели где вы уже будете имея свои знания и возможности вам будет проще уже работать дальше со следующими задачами потому сейчас вам конечно мы еще сложный ракурс я вам записал урок мы его еще с вами не прошли вот и тут важно двигаться от простого к сложному то есть нельзя всегда обнаженную натуру рисуют стараются учиться начиная с одетой чтобы вы уже как-то с пропортиями познакомились со средствами выразительности кстати марина вам надо какие-то интересные материалы приобрести маркеры ну или хотя бы цветные карандаши я видел вас там какие-то были цветные наброски и вот это очень хорошо потому что для подачи тоже очень важен материал то есть если вам например рисовать карандашом скучно и он не имеет таких прям сильных выразительных средств особенно если вы новичок вот возможно вам другие материалы больше подойдут и у вас будет больше задора с ними поэтому попробуйте как минимум цветные карандаши можно купить пару маркер можно купить какие-нибудь даже текстовыделители если художественного магазина рядом нет то есть какой-то цветной текстовыделитель с широким а к нему второй какой-нибудь маркер или линер или фломастер что-то такое чтобы вам было интересно так и вот возвращаемся к нашей теме смотрите значит вот оставилась наша грудная клетка я сейчас не буду еще раз обладать чтобы хаос из линии создавать на ней есть центральная линия на ней есть вставка шеи подхват грудной клетки вот здесь мы его видим на фотографии вот он вот он тыньк тыньк вот она грудная клетка а центральную линию мы видим на фотографии да еще выбирайте фотографии чтобы на них было какое-то освещение чтобы не было совсем плоскостного то есть когда вы подбираете фотографии вы сразу думаете смогу ли я а вот марина пишет секундочку да марин попробуйте для пятен карандашом тоже не вопрос но тогда карандаш себе еще приобретите чтобы у вас были какие-то мягкие карандаши 6b 8b чтобы вы начинали обычным а потом для выразительности уже использовали более мягкий тогда и так с нажимом знаете вот в некоторых местах то есть вы ведете ведете потом так чтобы у вас вот звонкость и живостью рисунка появлялась да для пятна обязательно попробуйте какие-то материалы типа маркин итак фотографии выбирайте с освещением чтобы освещение лепило форму чтобы вы могли понять что вот это вот за форма то есть если с этой руки грубо говоря убрать тень получится просто розовая полоса и как ее передать будет сложно особенно вот для начинающих поэтому выбор фотографий важный момент я поэтому вот тут такие референсы подготовила чтобы вы посмотрели как хорошо освещение может лепить форму вообще хороший референс фотография это процентов 60 заок успеха то есть я сейчас своих богов рисую и я в некоторый момент и понимаю что вот где-то я поленилась найти хорошую фотографию и в связи с этим я стою рисую из головы информации мне не хватает у меня получается не так как мне бы хотелось а в какой-то момент я прям молодец я не поленилась и взяла распечатала фотографию или в телефон я закачала и с нее рисую и мне классно потому что мне не надо терять время на какие-то моменты у меня очень много информации я из этой информации выбираю что мне нужно что мне что то я игнорирую что то я рисую вот то есть чем лучше у нас референс тем больше шансов у вас сделать классный рисунок так вернемся к нашей средней линии вот средняя линия идет вот обязательно точка если вы уже рисуете человека обнаженного или полуобнаженный купок это наша тоже важная точка она находится на середине ну на средней линии она находится среднюю линию дальше мы ведем в точку оонного сращения то есть вся вот эта передняя линия центральная линия торса ее можно прям замкнуть от еремной ямки до оонного сращения она показывает как раз на вот этот вот ракурс то чтобы Марине говорили что они какие-то плоские и там как-то вот непонятно как их рисовать вот и конечно если есть возможность поиграться с силуэтом вот но еще раз повторюсь вам еще немножко рано так сейчас я вам покажу как я сюда вставила таз еще разочек пройдемся смотрите вот эти вот эти вот места вот оно одно пол другое такое и вот там такое же второе тут сейчас вам нарисую если таз не сильно упрощать как на прошлом уроке мы с вами проходили чуть-чуть подробнее вот так вот покороче то это будет вот такая вот как бы коробочка просто у нас в жизни эти места они вот такие вот скругленные что там я вам рисую подождите вам не видно вот один одно скругление и вот второе и у этой коробочки есть боковая сторона есть передняя сторона если прозрачно рисовать то вот так так и со второй позы я вам тоже сейчас сразу нарисую таз здесь мы уже все обсудили только намечу сначала и еще момент смотрите как они у меня опять когда фотографии выбираете смотрите как изгибается сам торс я специально нашла такие фигуры когда они стоят ровно вот как столб как бревно а когда есть вот этот вот изгиб он есть что здесь что здесь посмотрите какая динамика интересная он есть даже здесь грудная клетка в одну сторону таз в другую сторону то есть нет такого что мы взяли грубо говоря бревно и его рисуем то есть чем интереснее изначально натура или картинка то есть вы же можете с натурой рисовать если есть возможность чем интереснее это тем больше у вас шансов и еще момент если вы рисуете с натурой вы можете вокруг натуры ходить двигаться и искать выгодный ракурс то есть у художников не так что куда бы я не сел я классно нарисую да как бы у профессиональных художников так но опять же есть такие ракурсы которые классно нарисовать будет даже сложно даже профессиональному художнику это тоже это нормально это правда жизни все об этом знают поэтому профессиональный художник займет тот ракурс максимально возможно красивый который он хочет а если какое-то положение совсем невыгодное у руки или у ноги или у чего-то еще он как бы осознанно соврет в этом месте себе в плюс как бы чтобы у него была классная работа на выходе то есть он не будет сидеть и дотошно перерисовывать невыгодный момент вот поэтому подбираем референсы очень тщательно так я почти уже тут все наметила тоже еще раз по конструкции грудная клетка здесь кстати сзади вот таз хорошо видно и таз средняя линия точнее позвоночник и сейчас я для вас еще разочек про таз расскажу смотрите вот здесь овальная вот такая вот форма и вот здесь ее как бы там не видно почти на самом деле таз еще более сложный чем я вам рисую я сейчас вам как бы второй вариант стилизации уже ближе к натуральному рисую вот но это не так важно тут самое главное соблюдать симметрию и чтобы позвоночник приходился в центр так это с той стороны грудной клетки вставка шеи тут уже голова пошла также можно наметить какую-то горизонтальную линию открытия или закрытия в данном случае грудной клетки так посмотрим ничего не пишется такое супер срочно ага все нормально так и в другим цветом сейчас мы пройдемся с вами еще разочек значит смотрите грудная клетка здесь прям хорошо очень видно как она вставляется вот мы ее вставили вот здесь по вот этим подхваточкам видна ее нижняя часть вот здесь мы ее вставили мы нарисовали к ней шею пустили там руки прошлись по силуэту поискали в нем какие-то интересности так и можно наметить теперь позвоночник тут вот есть какие-то уходящие линии это все от мышц падает тень и поэтому она может вам вот тут вот давать какие-то непонятки на самом деле конечно же позвоночник и один единый он никуда не изгибается и никто там его не кусал иначе у вас человек развалится так ну я сейчас дорисую вернусь к позвоночнику так ну да конечно же одежду мы рисуем чтобы было понятно вам вообще очень дополнительные линии если у вас информации не хватает рисуйте одежду Марин особенно вот у вас там я помню что-то мало мало линий вы заводили внутрь и как-то информации как будто мало это мы сейчас поговорим еще на складках отдельно так все можно что я могу чтобы для завершения наброска чтобы так сильно не не горело я могу закрасить пятна сделать пятно ну на обнаженной модели я вам не советую делать это упражнение с пятном потому что это очень сложно это может быть либо вот как сейчас вот купальник и например волосы но это задание немножко для другого ну и например там волосы вот а про одетую модель мы сейчас поговорим отдельно в принципе про обнаженное все сказала самое главное это вот не брать невыгодный ракурс кстати вот здесь очень красиво лицо с руками вот этот фрагмент на этом фото очень классный вот его можно было бы сделать ну вот кроме подмышки подмышкой довольно сложно или если девушка была бы совсем обнаженная то взять вот так еще вместе с бюстом но вот эта связка грудная клетка таз здесь довольно сложно так сейчас я поменяю себе листочек и мы поговорим про одетую модель странно что вы мне ничего не можете написать в чат или это надо разобраться как это делать с телефоном наверняка там тоже есть возможность чата не может не быть такого чтобы ее не было ну ладно в следующий раз итак про пятно еще разочек мы с вами уже разбирали момент пятна введение пятна самый первый момент самый простой когда мы знакомимся с пятном это мы заливаем один элемент одежды например брюки и волосы первый вариант второй вариант мы пробуем пробуем залить или передний план или задний в данном случае залит задний план тоном также волосы и чуть-чуть вот здесь но я вам как пример представьте что сделан только задний план тоном и он как бы отделяет половину это вторая возможность третья возможность третья возможность это если например я залью фон за модель то есть вот у меня есть какая-то модель это кстати очень принцип с пятном хорошо подходит для кафе для кафе для каких-то общественных мест где надо сделать зарисовку быстро но чтобы она была максимально интересной так сейчас я не буду особо прорисовывать не важно главное сам силуэт пятна посадить и так вот у меня есть такая фигурка да и теперь я хочу оставить эту фигуру светлой но при этом добавить фона темного для этого я поделю фон на горизонталь и вертикаль то есть на чем она сидит и обо что она облокачивается пример вот так это пол это стена и по композиции плохо делить лист четко пополам поэтому я смещу зону вот сюда например и вот это все что в другую сторону весь фон я закрою пятно тем самым выделю модель светлую модель на темном фоне вот также смотрите у нее здесь на фотографии смотреть есть дырка между рукавом и ногой соответственно здесь тоже у меня эта дырка появится есть еще какая-то вот тут дырочка темного фона я могу даже фон вот сюда продлить вот а вот эту плоскость например я могу выделить как будто бы она идет на меня ну так например как доски в перспективе или я могла бы ее поштриховать горизонтальными полосами то есть ищите просто какие-то разные фактуры можно кстати хорошо что за текстовыделителем сходило можно добавить еще один цвет вот так например этот фон сделать другого цвета вот и после этого уже я буду заниматься ну не важно последовательность вы можете сначала человека отрисовать а потом уже заниматься фоном сам принцип что можно залить фон темнее а человека сделать светлее у нас это кстати в курсе скоро будет но сейчас к вопросу о пикне хотелось об этом рассказать и теперь еще раз поговорим как можно одежду в пятно превращать на вот этом примере так как мне так положить чтобы рисовать и чтобы вам видно было самый прикол что когда я сейчас вижу свое видео но у меня переверта кверх тормашками поэтому ориентироваться крайне сложно так погнали как всегда с рамки начинаю и размечаю и немножко сейчас намечу а потом мы с вами поговорим про одежду смотрите для вот этого задания пятно нам лучше всего подходят люди в объемных одеждах я специально сегодня искала фотографии и забивала типа девушка в широком палантине в просторе в большом палантине всякие такие или там но девушка в пышной юбке лучше не забивать почему-то как-то вот целую пышная очень вызывает много всяких неприличных вот но в общем смысл что нам нужны объемные одежды чтобы научиться работать с линией и со складками чтобы изображать складки пятно чтобы ваш рисунок был интересным потому что как мы уже говорили обнаженный о начинающих нужно немножечко наловчиться сначала на одет так вот я немножечко наметила да неплохо конечно ставить голову с лицом отдельная тема у нас в этот курс лицо портрет не вошел портрет будет отдельно отдельным курсом через какое-то время я надеюсь так вот у меня вышли волосы смотрите на фотографии волосы здесь темнее чем свитер мне выгодно это использовать потому что я уже волосами залезла и смотрите девочки если вы сначала не понимаете что такое пятно и боитесь его начните заливать его светлым маркером когда вы набросок уже доделываете вы возьмете маркер потемнее и пройдетесь еще разочек по этим же местам и поправите и дополните поэтому не бойтесь пятна чтобы вам было проще начните со светлого маркера у меня сейчас этот синий является светлым так ну ботинки мне тут просто обязательно надо сделать темным потому что натура диктует это выгодно сделать их темным и теперь по во-первых ну во-первых смотрите можно сделать темнее то что по тону темнее то есть например вот задняя нога и вот тут вот колено оно там в темноте но мне в данном случае хочется именно одежду сделать все пятно или даже знаете как может быть может быть сделать вот это вот у нее там одна какая-то юбка выходит из-под свитера может быть сделать темную эту юбку но оставить на ней какие-то какой-то орнамент какие-то цветочки ну я могу я там у нее вижу что-то я могу нарисовать свой могу использовать ее орнамент это не так важно какие-то цветочки нарисовала а теперь я просто закрашу закрашу промежутки между ними маркер неплохо так с этой задачей справляется и в итоге все будет единым в одном так юбочка у меня образовалась с ботинком слилась но мы сейчас мы и поправим вот здесь вот есть продолжение юбки вот там вот оно как бы перегибает и вот оттуда продолжается туда может быть ну я сейчас другим маркером пройдусь потому что немножко растеклось так что еще хочу сделать складки складки этих одежд объемных довольно объемно хочется сделать полностью закрасить свитер здесь не получится иначе у нас все сольется к сожалению но тут выборочно вы начинаете с какого-то места делать пятно и смотрите вы сами поймете что если вы вот отсюда например начали с юбки то вот здесь желательно уже место оставить светлым иначе все сольется то есть тут нужно делать некий выбор на самом деле с одного вот такого рисунка можно сделать вариантов пять разных выбирая разные области которые мы будем цветом заливать и результат будет очень разным так тоненьким сейчас я пройдусь с с и с и с и и и кстати среднюю линию можно чуть-чуть наметить где-то можно даже чуть-чуть грудь подхватить если даже ее не видно но вам не хватает какой-то информации Почему нет? Двигаясь по силуэту, обязательно заходите внутрь, в складки куда-то. Как я уже вам говорила, это обязательно, иначе будет очень скучный силуэт. Так, и мне надо тут с ногами разобраться, и вот с этим ботинком переднего флана, который потерялся, пока я юбку рисовала. Кстати, могу тут какие-то полосочки добавить. Девочки, вы пока напишите мне, какие у вас еще есть вопросы. А я сейчас дорисую, посмотрю. А у вас тоже видео кверх тормашками, какая прелесть. Я вот не знаю еще, как этот вопрос решать, но когда видео сохраняешь, оно само переворачивается. Почему оно, не знаю, я посмотрю потом. Так, девочки, пишите вопросы, пока я заканчиваю. Очень крупные ботинки. Это вообще моя вторая всего онлайн-трансляция, и я сегодня уже все подготовила, потом поняла, что нужен новый браузер, другой браузер, добежал его встанавливать. Ну, в любом случае, это опыт, и я научусь скоро. Это проводится, чтобы и картинка была, и чат, и звук, и все остальное. Так, итак, все я наметила, возвращаюсь к рамке. И могу добавить сюда среду, какую-то среду, где она сидит, усложнить немножко. Ну, во-первых, хочется, да, показать, что это горизонтальная плоскость, это вертикальная. И вот здесь вот у меня с этой стороны, вся модель у меня здесь светлая, она светлой бумагой. Поэтому, в принципе, могу добавить сюда что-то светом, другим тоном, чтобы это светлое на темном, вот в эту точку, не полезно, здесь грамма. Маркеры подсыхают. Нам хватит. Итак, вот кусочек фона я ввела, и вот этот фон можно сделать, например, чтобы мне вам тут с маркером не скрипеть. Я могу его тоже закрыть, но немножко по-другому. Например, вот такими полосочками. И вы можете сразу увидеть, что как бы фон, он ушел туда-назад. Хотя ничего супер-такого сложного я не сделала. Даже сказать, что я прям поштриховала, ну, можно, конечно, сказать. Ну, это чисто так, условно. Даже не надо уметь штриховать, чтобы так увести тон, фон на задний план. Вот, и смотрите, у нас уже совсем другая картинка. У нас как бы уже человек, получается, сидит в среде. И можно добавить что-то на горизонтальную поверхность. Темное добавлять не хочется. Желтый маркер у меня очень яркий. Что же, что же, что же. К вопросу о цветных карандашах. Сейчас, секундочку. Здесь хочется какой-то светлый цвет. О, наш сегодня эфир для девочек. Сейчас морозненькие. То есть хочется, чтобы фигура была главная. А все остальное, чтобы было второстепенным. И если я оставлю фигуру белым, а остальные все поверхности закрою каким-то тоном, разным цветом, чтобы они между собой не сливались, то моя модель выделится... Выделится... Когда штрихуете, вот вы в одном направлении поштриховали, можно чуть-чуть сменить наклон и поштриховать повторно еще разок. Тогда укладнится, и штрих как-то ляжет. Здесь крандашом, конечно, не очень штриховать удобно, но цвет подходящий. Ну и в общем, по бумаге, в принципе, ложится неплохо. Вот, то есть теперь вы видите, что у нас модель, она как бы уже немножечко сидит в среде. Можно также добавить какую-то падающую тень. Так, откуда у нас свет? У нас нет как такового света здесь, потому что мы пошли не от источника света, а от какой-то просто выразительности, поэтому я предлагаю добавить тень, как будто бы свет вот отсюда, слева сверху, просто в эту сторону, какую-то произвольную тень. Не очень активно, но чуть-чуть добавить. Может быть, она вот туда вот пойдет к фону. Да. И еще я забыл вот здесь волосы рисовать. Так, с этим все. То есть мы очень внимательно для этого задания на пятно мы подбираем фотографии человека с объемными одеждами. В объемной одежде, складке, всякое такое. Если у вас человек из двух элементов, например, девушка, у нее верх по фигуре, низ объемный, так можно. Но делайте, чтобы она не была вся, чтобы у нее вся одежда не была узенькой по фигуре. Вам будет очень тяжело с этим заданием справиться. Ищите объемы, складки, вот это вот длинные юбки пышные, какие-то большие свитера, что-то такое. Поэтому на примере в уроке у меня и были там в основном мужчины, потому что у них, что бы это ни было, все равно складки присутствуют на пиджаке, на джинсах, такие моменты. Так, посмотрим, что вы мне написали. Есть ли какие-то еще вопросы? И будем загругляться. Под этим видео будет информация о моей серии мастер-классов «Как рисовать человека». Она состоит из пяти видео. Переходите по ссылочке на сайт, читайте подробности и приходите ко мне на курс. С вами была Дарья Поздняк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok